В эфире итоговый выпуск программы Бугинформы. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому программа будет разноплановой и насыщенной. Сегодня в выпуске. Новым помощником президента Республики Беларусь главным инспектором по Брестской области назначен Василий Герасимов. Его представил в должности заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. В Бресте открыли приют для бездомных животных. Теплый кров, вкусную пищу, заботу здесь найдут порядка 200 собак и 200 кошек. В городе над Бугом проведена первая лазерная коррекция зрения. Внутренняя политика специалистов Центра микрохирургии Глаза Макарчука позволяет развиваться и расширять круг благодарных пациентов. Сказка к нам приходит. В областном центре продолжается марафон добрых дел и инициатив. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» охватила всю Брещину. Об этих и других событиях подробнее. Накануне в Брестском областном исполнительном комитете состоялось мероприятие, в рамках которого был представлен в должности новый помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. Василию Николаевичу 41 год. Родился в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Первое рабочее место – Высший хозяйственный суд Республики Беларусь. Перед назначением на Брещину несколько лет руководил комитетом государственного контроля Гродненской области. Представляя нового помощника присутствующим, заместитель главы администрации президента Валерий Мицкевич отметил, что Василий Николаевич зарекомендовал себя компетентным специалистом и грамотным руководителем. За время работы Василий Николаевич, естественно, зарекомендовал себя компетентным и инициативным руководителем. Он достаточно хорошо умеет выстраивать конструктивное взаимодействие с соответствующими и республиканскими, и местными органами госуправления, с правоохранительными структурами. Он знает хорошо свою работу, владеет законодательством, нормативными документами. Работать Василий Герасимов будет с учетом задач, которые озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко и в условиях обновления Института помощников. Более тесным будет контакт с главой государства. Сам Василий Герасимов главной задачей видит процветание Брещины. Главой государства было обозначено, что помощник президента вместе с губернатором получает и одни и те же награды, и одни и те же взыскания. Единственное, что у каждого, естественно, свой путь, свой стиль, но в конечном итоге это все должно сводиться в единой точке. Самое главное, чтобы Брестская область шла вперед, процветала, я в этом уверен. Председатель обл. исполкома Анатолий Лис, приветствуя на Брещине нового помощника, выразил уверенность в том, что Василий Герасимов быстро вольется в рабочий ритм области и, используя опыт и наработки, внесет свой вклад в дело развития региона. Приют для бездомных животных открылись сегодня в Бресте на улице Ковельской 1. Его официальное название звучит весьма сухо – участок по отлову и содержанию безнадзорных животных. А если говорить человеческим языком, это комфортный дом для братьев наших меньших, которые оказываются брошенными, никому не нужными, в силу разных причин, порой весьма печальных. Долгое время бездомными животными занимались и сегодня продолжают заниматься добровольцы общественного объединения «Доброта». Весьма существенную помощь им оказывали представители вертикали власти. Решение создать городской пункт содержания было принято в этом году, к его реализации приступили в октябре. Заказчиком выступила городская ЖКХ, инвестором строительства Брестский мусороперерабатывающий завод. Что получилось из такой совместной инициативы, смотрите в следующем материале итоговой программы. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей. Сколь много вот таких бродячих, кусачих, никогда обласканных, а потом за ненадобностью выброшенных животных только в Бресте, трудно подсчитать, дворняжки и породистые, пушистые и гладкошерстные разных мастей. Все они страдают от человеческого равнодушия, погибают от голода, холода, от болезней. Мы безразличны к боли братьев наших меньших. Пишем гневные отклики о том, что в приюте «Доброта» собаки громко лают, спать мешают, что бродят собачьи стаи по городу, что коты подъезды атакуют. Для многих забота на этапе возмущения на диване заканчивается. Цитата Махатмы Ганди к размышлению. Величие нации и степень ее духовного развития можно определить по тому, как эта нация обращается с животными. Приходя на должность руководителя города, я не предполагал, что вопрос содержания животных, домашних, бездомных, это очень серьезный вопрос. Я не предполагал уровень остроты данного вопроса. Поэтому здесь в целом надо рассматривать вопрос комплексно. Первое – это содержание животных, домашних, добропорядочными гражданами, которые платят свой налог на содержание. Это условия для выгула этих собак, это культура самих хозяев этих животных. Это одна составляющая. Поэтому здесь, конечно, мы будем работать по площадкам выгула, по дисциплине для владельцев домашних животных, особенно собак. Это тоже очень важный европейский опыт здесь, нам крайне необходим. Это одна составляющая. И вторая составляющая, конечно, очень сложная и многогранная – это содержание бездомных животных. От слов городские власти перешли к реальным действиям. Построить пункт содержания животных решили на Ковельска-1. Инвестором выступил мусороперерабатывающий завод. Работы начали в октябре. Сегодня в помещении для содержания собак имеется 128 вольеров. В них может находиться порядка 200 собак. Каждый отсек оборудован будкой и принадлежностями для кормления. Чисто, светло, тепло. Мы находимся в существующей теплице, которая использовалась практически уже так неэффективно, поскольку достаточно было тех площадей. Поэтому, используя конструкции, экономия бюджетные средства, в том числе средства, в первую очередь предприятия, мы сделали собственными силами то, что вы видите. Сделано 128 помещений площадью, 5 квадратных метров каждого собака. Собаки будка, принадлежности все. Если собаки будут маленькие, то по правилам содержания, возможно, в одном помещении несколько щенков. Поэтому, реально в этом помещении около 200 собак содержать. Я считаю, что для города Бреста это вполне достаточно. Очень важен, очень нужен, потому что на улице зима сейчас, очень холодно, все это бездомные, голодные, холодные. Здесь накормленные будут, напоены, присмотренные, здоровенькие будут. Не менее комфортный дом создан и для мяукающей братья. Помещение со специальными стеллажами с клетками примет порядка 200 котов. Оборудование современное, что немаловажно, часть клеток сделана руками рабочих мусора, перерабатывающего завода. Кстати, тепло и свет также поступают от этого предприятия. Имеются специальные помещения для приготовления пищи и хранения продуктов кормления. Душевые, кабинет ветв врача с операционным блоком. Созданы комфортные условия и для обслуживающего персонала. А еще здесь построена гостиница для собак на случай, если заботливому хозяину, не на кого оставить питомца на время отпуска. Неподалеку разместилась и площадка для выгула собак. То, что мы имеем в сегодняшний объект, я вам скажу, это, конечно, знаковое событие для города. Он позволит нам себя чувствовать гуманными людьми. Позволит нам в этой ситуации чувствовать, что мы идем к гуманизации нашего социума, к развитию нашего города. Это даже в контексте тысячелетия. Даже это можно сюда эту тему привязать. Мы и дальше эту тему будем сопровождать. Сопровождать в каком плане? Чтобы наши люди и любили животных, и чувствовали свою ответственность перед этими животными. То есть мы в ответе за тех, кого приручаем. Я думаю, что это истинно абсолютно соответствует здесь. Ну и пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо нашим все-таки коммунальникам. Они просто молодцы. Они, видно, что люди неравнодушны. Видно, что они люди человечные, люди креативные. И они ломают стереотипы, понимаете. И в этой ситуации уверен, что это один из проектов, который реализован. И дальше впереди будем тоже эту тему развивать. Планируется сделать так называемую стену плача, где будут кремированные собаки и кошечки, похороненные, с фотографией, с надписью. И любой хозяин этой собаки и кошки сможет прийти и вспомнить ее. Сказать, ну, может быть, где-то и поплакать. В том числе, потому что это член семьи. Пока в этих помещениях не слышно ни лая, ни мяуканье. Тишина. Но уже на следующей неделе новоселье здесь справят животные, которые сегодня находятся под опекой добровольцев доброты. Условия пребывания, несомненно, лучше. А расходы на содержание будет оплачивать предприятие, мусороперерабатывающий завод. А потому есть уверенность, что братья наши меньшие будут постоянно ощущать заботу и тепло. Но и волонтерство приветствуется. Каждый желающий может оказать помощь и поддержать животных. Поэтому копилка, которая нашла себе место рядом с приютом, уже начала пополняться. Вот эта скульптура сделана была на таком любительском уровне. И, как мне кажется, она уже вызывает определенные эмоции и умиления. И та копеечка, которая была брошена мной, она пусть пойдет тоже на пользу этим всем животным. Прекрасная собака, сидящая в будке, у ней расцветают в душе незабудки. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Значимое событие для Бреста и области. На текущей неделе в городе над Бугом была проведена первая лазерная коррекция зрения. До настоящего времени подобные операции делали только в Минске и Гомеле. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию как собственных навыков, так и материально-технической базы, Центр микрохирургии Глаза Макарчука смог сделать важный шаг вперед. Подробности в следующем материале выпуска. Лазерная коррекция зрения – операция, которая позволяет человеку видеть ярко. В деталях, без очков и контактных линз. Сегодня это самое распространенное и часто проводимое оперативное вмешательство. Ежегодно во всем мире делают порядка трех миллионов таких операций. В нашей стране до настоящего момента лазерную коррекцию делали только в Минске и Гомеле. На текущей неделе такая медицинская услуга появилась и в городе над Бугом в Центре микрохирургии Глаза Макарчука. Лазерная коррекция зрения – это исправление профиля роговицы глаза с помощью эксимерного лазера. Существует несколько методик хирургии. В принципе, мы владеем ими всеми. Поэтому решение принимает хирург, каким методом оперировать на основании показаний, противопоказаний каких-то индивидуальных особенностей. Лазерная коррекция – один из самых быстрых и надежных способов вернуть остроту зрения. Сама процедура длится около 15 минут. Через час пациент уже может покинуть клинику. Положительные изменения появляются практически сразу. А окончательный эффект от операции формируется в течение месяца. К обычной жизни пациент может вернуться через день-два. Но самой процедуре должна предшествовать детальная диагностика глаз и консультация специалиста. Пациенту надо просто позвонить в клинику, записаться на прием. Я думаю, в течение недели-двух он попадет на консультацию. Здесь проще в том плане, что есть определенные противопоказания. Но тот перечень анализов, которые требуются для полостных операций, катаракта или же отслойка сетчатки, здесь нет того огромного перечня. Там консультация лора, врача-терапевта, биохимия, когулограмма, свертываемость крови. Здесь это не требуется. Если же диагностические приборы, образно говоря, пропускают пациента к операции, то есть все показания и параметры глаза позволяют сделать коррекцию, то на следующий день, либо же через день, эту процедуру можно произвести. То есть долго ждать не надо. Центр микрохирургии глаза Макарчука работает в городе Надбугом с 2013 года и за этот период смог зарекомендовать себя как учреждение, оказывающее качественные и доступные с ценовой точки зрения услуги. К примеру, сегодня провести лазерную коррекцию зрения на один глаз стоит 550 рублей. Такая внутренняя политика позволяет развиваться, расширять круг благодарных пациентов и получать признание среди специалистов. Так, по итогам 2016 года Центр микрохирургии глаза Макарчука стал победителем в национальном конкурсе «Предприниматель года». Все это может служить надежной рекомендацией выбора именно этой клиники при возникновении проблем с глазами и зрением. Более подробную информацию можно найти на сайте учреждений в интернете retina.by. О других событиях. Развить личностную активность предлагают многодетным мамам Бреста сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Уже в начале 2017-го здесь заработает комплексная программа, которая позволит представительницам прекрасного пола приобрести новые знания в различных творческих и спортивных направлениях. Обменяться опытом по воспитанию детей и, конечно же, пообщаться вне домашних стен. О тех, кто уже записался в кружки по интересам, а также почему эта форма работы сегодня актуальна для города над Бугом, Анастасия Наздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Каждый день Ирины Грушевец насыщенны. Нужно успеть и мужа на работу отправить, и старших детей в школу собрать. При этом дома с многодетной мамой остается еще двое малышей, которые также требуют внимания, ласки и заботы. Казалось бы, как тут управишься? Однако мама Ира уверена, чем больше в доме малышей, тем проще и рациональнее можно распланировать рабочий день. Наверное, в большой семье силы маме придают именно детки. Когда их много, ты радуешься их успехам, сопереживаешь их к инвентам неприятностям, неудачам. Они вдохновляют тебя на какие-то идеи, на какие-то постоянные творческие идеи, потому что всегда это где-то мы участвуем, стараемся. Несмотря на свою занятость, Ирина Грушевец одна из первых записалась на обучающие курсы в рамках проекта территориального центра «Фэмилы Сити». Особенно интересует ее спортивно-развивающая секция, а также творческая лаборатория. Эти направления оказались востребованными и среди других мам города. Как нам кажется, им нужен отдых, нужно какое-то понимание. В нашем клубе мы планируем объединить их и помочь найти понимание в лицах других женщин, которые столкнулись с такой ситуацией. Проект рассчитан на год. Всего в планах организаторов пять направлений для развития, среди которых психологическое, творческое, спортивное, эстетическое. Занятия будут проходить, начиная с января, два раза в неделю. Причем предусмотрены и семейные совместные варианты. Педагогами выступают специалисты территориального центра и волонтеры на безвозмездной основе. На данный момент времени у нас записано 12 человек, то есть 12 мамочек. Идут с большим интересом и пользуются популярностью физической активности. Кроме того, авторы инициативы планируют создать подобный проект для одиноких мам. Однако это в будущем. Пока идет запись в кружке по интересам на январь. Кстати, для представительниц прекрасного пола, зарегистрировавшихся до 27 декабря, специалисты центра подготовили приятный предновогодний подарок – приглашение на праздничный концерт. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Республиканская благотворительная акция «Наши дети» охватила все регионы Беларуси. В преддверии рождественских и новогодних праздников марафон добрых дел активно продолжается и в Бресте. Ежедневно берестейские мальчишки и девчонки получают подарки и поздравления, принимая участие в праздничных мероприятиях. К примеру, на этой неделе в атмосферу новогоднего волшебства и феерии окунулись воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. Областная елка в ЦМТ собрала около 300 учащихся и воспитанников Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальных общеобразовательных и вспомогательных школ-интернатов, классов интегрированного обучения и воспитания со всей Брестской области. В стенах Брестского государственного технического университета настоящий праздник для подрастающего поколения устроила Белая Русь. А вчера гостей принимала вспомогательная школа Ленинского района города. Свою порцию улыбок и вдохновения получили юные воспитанники вспомогательной школы города Бреста. Итогом новогодней акции «Наши дети» для этого учреждения стал традиционный благотворительный утренник с участием первых лиц города. Представителей местной вертикали власти, а также спонсоров школы, в которой сейчас обучаются 125 особенных детей. Бесспорно, чуточку больше остальных, нуждающихся во внимании и заботе. Новый год – это такой праздник романтичный, который больше может быть даже взрослым нужен, чем детям, чтобы себя почувствовать, наверное, тем человеком, который старается делать людям добро. Мы об этом не должны забывать. Поэтому, конечно, мы принимаем участие в этих акциях, мы будем продолжать. И, наверное, это одна из наших задач. Мы стараемся в течение года не забывать об этих детях, тех людях, которые с ними занимаются. Может быть, уже ближе к Новому году. Это такая финальная акция. Совсем недавно в Ленинском районе закончился такой районный фестиваль «Солнце в каждом», который тоже был посвящен общению с родителями, с детьми, с особенностями развития. И поэтому это все органично. И сегодняшний праздник, сегодняшняя елка, она как раз тому подтверждение. Мы находимся в очень специфическом учреждении образования. Это вспомогательная школа, в которой занимаются такие детки. Мы всячески стараемся этой школе помогать. В зале у зеленой красавицы елки царила торжественная праздничная атмосфера. Атмосфера волшебства и сказки. В гости к ребятам пришли их любимые сказочные герои. Поздравляли маленьких обитателей школы, смешная баба-яга, веселые снеговики и, конечно, самые главные персонажи новогоднего праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Никто не остался без внимания. Детям были вручены сладкие подарки и игрушки, школе, учебные пособия и компьютерная техника. Такие дети нуждаются в таких мероприятиях благотворительных, не только в предновогодние и праздничные дни. Они нуждаются практически каждодневно. Я хочу сказать сегодня большие слова благодарности, особенно родителям, матерям таких детей, которые взяли на себя вот такой вот непомерный, ну, к сожалению, труд и труд, и это мужество сегодня матерей и родителей, когда они сегодня вот занимаются воспитанием своих детей. И, конечно, слова благодарности сегодня нужно сказать всем тем людям, кто не равнодушен к судьбе таких детей. И, конечно, в канун праздников этим детям нужно создать действительно вот те условия, чтобы они почувствовали, что они сегодня не брошены нашим обществом, что о них думают. И они, в конечном итоге, потом, когда вырастут, будут полноценными нашими гражданами нашего общества. Это все делается с любовью, с добротой, с искренностью. Это очень важно, наверное, в сегодняшнее время, когда, ну, наверное, не очень так все просто, и когда люди сами откликаются на то, чтобы помочь ребятам. Ну, это правда, это очень радует. Закружившись в дружном хороводе, вокруг лесной красавицы объединились все, взрослые и дети. Стоит ли сомневаться, что все мероприятия в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» сплачивают и делают счастливее каждого, а еще способствуют максимальной адаптации особенных детей в окружающий мир? Результат говорит сам за себя. Счастливые глаза ребят, их лучезарные улыбки и море положительных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова За 15 лет творческая семья Клуба народного творчества «Скарб» провела немало выставок, даря обрещанным возможность познакомиться ближе с белорусским колоритом, с богатой культурой и традициями народа. Нынешняя юбилейная экспозиция не стала исключением. Выстава называется «Упошуках с продвечного-2». Чему два? Потому что «Упошуках с продвечного-1» выстава такая у нас была 5 годов тому на 10 годах нашего клуба. А зараз нашему клубу «Упошуках с 15» и тому мы вот так вот сегодня на передании католических колядов святкуем. И тут представлено 22 автора. В нашем клубе коляд 30 человек. Рушники, вышиванки, расписные ковры, эти и другие изделия. Все то, что как нельзя лучше подчеркивает самобытность белорусов. Резьба по дереву, сломоплетение, ткачество, вышивка, бисероплетение, роспись по стеклу. Направления самые разные. Оценить красоту изделий, отметить изобилие предметов творчества смогли все пришедшие гости. Сами мастера любят встречаться вместе. Ведь это возможность обмениваться опытом с коллегами, делиться задумками и идеями, в том числе воплощенными в жизнь. Это дает многое. Во-первых, развитие. Развитие то, что она как стимулирует, так же, как и по мастерству. Это очень важно. И человек даже в обществе, в коллективе, человек меняется даже. Их объединяет одно, единственное. Творить, делать то, что именно душа просит. Творчество Александра Лазерко хорошо известно Брещанам. Композиции скульптора-авангардиста из Высточ поражают оригинальностью и глубокой мыслью, заложенной автором. Небезызвестен и кобринский мастер Владимир Чиквин. Более 40 лет мужчина работает с деревом. Тематика его творчества разнообразна. Большую часть коллекции составляют ангелы. Именно их автор представил внимание Брещан. Как у творческого человека, у Владимира Чиквина масса идей. Будущий мастер планирует презентовать совершенно новые по тематике коллекцию работ. Очень хочется сделать серию небольших таких гротескных фигурок мастеров, изобразить мастеров, которых уже нет. Хочется вот так сделать, такие портретные вещи. Хочется очень выполнить такие иконографические образы, именно что касается моей семьи. Выставка творчества народных мастеров сопровождалась музыкальной программой. Положительные эмоции гостям ударил ансамбль символистов. В этот вечер участники клуба вспомнили, как начинался его путь, как разрасталась творческая семья, подвели итоги деятельности. За 15-летним юбилеем талантливого коллектива новый этап, новый отчет достижений и воплощение задумок. София Бережная, Адуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир кинопереключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук-ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 25 декабря погода в Бресте будут формировать атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Сплошная облачность, мокрый снег и дождь, верные спутники воскресенья. Дискомфорта добавит туман и гололедица на дорогах. Температура воздуха в ночные часы 0, плюс 2 градуса, до 4 выше нуля. Прогноз синоптиков на день. 26 декабря на погоду в областном центре Брещны окажет влияние очень теплые атлантические воздушные массы. Пройдут кратковременные осадки, дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер западного направления порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 1,3 со знаком плюс, максимальная днем 4 градуса выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин